Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала SKY WAY CAPITAL! Меня зовут Дарья, и вы смотрите видеодайджест новостей от SKY WAY, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний SKY WAY и SKY WAY CAPITAL. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Представители компании ZAU струнные технологии встретились с воспитывниками школы-интерната города Руденска. В прямом эфире радиостанции «Легенды-ФМ» выступила начальник управления развития бизнеса ZAU струнные технологии Светлана Волошина. Центр испытаний струнного транспорта «Эко-технопарк» посетила делегация преподавателей Пуховического района Минской области. Компания SKY WAY CAPITAL стала участником международного форума Private Money и представила технологию SKY WAY Брайану Трейси. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. 11 декабря представители компании ZAU струнные технологии встретились с воспитывниками вспомогательной школы-интерната города Руденска. В учреждении обучаются и воспитываются дети и подростки от 5 до 19 лет, в том числе с особенностями психофизического развития. Компания не первый год оказывает помощь Руденской школе-интернату. Кроме положительных эмоций, дети получили подарки – игрушки, канцелярские товары, товары для творчества и средства личной гигиены. Специально для гостей воспитанники подготовили новогоднее представление. В прямом эфире Минской радиостанции «Легенды.ФМ» выступил начальник управления развития бизнеса ZAU струнные технологии Светлана Волошина. Она стала гостем еженедельного шоу «Отвертка» с ведущим Ольгой Нефедовой и Александром Овчинниковым. Светлана Волошина рассказала слушателям о технологии SkyWay, деятельности компании-разработчика струнных транспортных систем и поделилась достижениями проекта в Беларуси и за рубежом. Напомним, с ноября 2019 года в эфире «Легенды.ФМ» выходит передача «Транспортная эволюция» и «Теория струн». Ведущие рассказывают слушателям о развитии транспортных технологий и струнном транспорте. Видеозапись с выступлением Светланы Волошиной смотрите на нашем сайте. 13 декабря Экотехнопарк SkyWay посетила делегация педагогов Пуховического района Минской области. По их мнению, инновационные технологии могут стать практическим пособием в изучении физики, материаловедения и теоретической механики. Специалисты ЗАО «Струнные технологии» организовали для гостей экскурсию по главным объектам Экотехнопарка. Участники делегации увидели струнный транспорт в действии и узнали об истории развития SkyWay. Ранее Экотехнопарк SkyWay уже посещали представители белорусских и российских университетов. Компания SkyWay Capital стала участником международного форума в области личных инвестиций Private Money, который прошел 7 декабря в Москве. Одним из спикеров фестиваля стал член правления SkyWay Capital Алексей Суходоев. В своем выступлении он рассказал об истории SkyWay и о том, как важна репутация компании для привлечения инвестиций. Также презентация технологии SkyWay проходила на стенде с VR-станцией для просмотра видео и фото со струнным транспортом в формате 360. С помощью очков виртуальной реальности все желающие смогли побывать в центре испытаний SkyWay в Экотехнопарке и увидеть струнный транспорт в действии. Специальным гостем форума стал финансовый консультант мирового уровня Брайан Трейси. Руководитель по развитию краудфандинговой платформы SkyWay Capital Евгений Кудряшов в личной беседе представил ему технологию SkyWay и задал несколько важных вопросов, касающихся темы бизнеса и инвестиций. Полное интервью с Брайаном Трейси смотрите на нашем сайте. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь, с вами была Дарья, до встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok